Сейчас мы все узнаем. Я недавно с ним разговаривал. Вчера передает всем привет. Виктор просил передать привет из Омска, от Геферта и Ильфа, там тоже Омский. Еще от кого-то он тоже просил передать привет, откуда теперь не помню. Душан Б. Вот точно, вот от у нас, от Максима. Да, да, да. Окей, вот приветы. Андрей в прошлый раз здесь не был, тоже просил передавать привет Андрея Луценко. Тоже мы все знаем. Хорошо, я хочу задать вам несколько вопросов, просто чтобы вы вместе со мной чуть-чуть поучаствовали в этом. Кто мне объяснит в двух словах, что такое благовестие? Я думаю, что мы здесь все верующие. Просто двух словах, благовестие. 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 Что? Не, я имею в виду, что оно содержит, в чем оно заключается. Но хорошая новость. Хорошая новость, да. В чем заключается хорошая новость? Не, я машину купил, вот моя хорошая новость. Благовестие. Говорите о спасении души. О спасении души, правильно. В чем оно заключается, спасение души? благая вещь что в мир пришел спаситель спаситель иисус христос пришел мир спасение да еще может есть давайте вместе размышать когда люди думают мозги начинают шурдить что спасение дано всем людям не только только там евреи благая вещь в чем она заключается понятно мы допустим благовествование вот апостол павел называет библейским языком это сила что это сила для всех кто веру божья сила для верующих для евреев то есть во первых людей потом я хочу вместе с вами на евангелие от я на первое послание я на святого апостола богослова первая глава мы вместе давайте все прочитаем и мы увидим что я говорит о благовестии все читают хорошо с 5 стиха и вот благовестие которое мы слышали от него и возвещаем вам то есть вот это благовестие которое мы слышали теперь мы вам его рассказом вот оно какое бог есть совет и нет в нем никакой тьмы если мы говорим что имеем общение с ним а ходим в отме то мы лжем и не поступаем если же ходим в свете подобно как он в свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха если говорим что не имеем греха обманываем самих себя истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и правильным простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды если говорим что мы не согрешили то представляем его лживым и слова его нет в нас понятно да теперь что такое благовестие вот благовестие которому я тут в самом начале три раза вот в первом втором третьем стихе мы видели мы слышали каждый раз вот то благовестие которым мы видели которым мы слышали который мы возвращаем вам второй стих тоже мы видели мы слышали возвращаем вам третий стих тоже самое то есть он конкретно говорит то что вот благовестие вот этого чтобы все поняли что в этом благовестие и вот какое-то благовестие очень легко и просто бог есть цвет и нету в нем никакой тьмы 6 8 и 10 стих как через каждый стих мы видим одну тут проблем у людей которые я на мой взгляд сегодня является актуальной проблемой которую люди все имеют смотрите как он начинается 6 и 8 и 10 если если мы говорим если говорим 8 10 если мы как они все заканчиваются 6 8 10 стих то мы лжем и не поступаем по истине обманываем самих себя и истины нет в нас то представляем его лживым и слова его нет в нас то есть я конкретно такое будет весь бог отец все лет а есть люди которые вот мы говорим я не знаю насколько вот знаете мы часто вот говорим а насколько я им тут них а те люди которые являются истинными и мнению они не говорят знаете яков пишет первым с первых главе свою то есть во второй что есть люди которые говорят я верю И они говорят такие хорошие слова Пусть Бог тебя благословит Он усмотрит тебе кушать Он усмотрит тебе в что одеться Благословения тебе всех желают Давай А что толку от того, что он говорит? Такая вера кому-то нужна? Яков спрашивает Неосновательный ты человек? То есть нет никакого основания Люди могут говорить И тут я вам говорю Если мы только говорим Что Бог свет Мы верим У нас все хорошо Смотрите что мы говорим Мы имеем общение с ним То есть мы верим что есть Бог И мы молимся Мы читаем Библию Есть люди такие которые Говорят и утверждают Мы тут все кто здесь Есть тут такие которые Так не утверждают Я думаю что мы все Относимся к этим людям Как вот Коля задал вопрос В самом начале Мы Вот как по мне можно узнать Как вот можно узнать По человеку что он на самом деле верующий От того что он говорит Наговорить можно много всего Ну а если он ходит во тьме Вот человека можно увидеть Когда он ходит во тьме И он пишет В Евангелии от Яна В третьей главе Что в чем заключается суд Он там объясняет Что свет пришел в мир Если люди Творят добро Знаете вот самая вот Очень проблема Что мы люди Ну на самом деле Мы даже Вот нам трудно Как-то вот Вмещается в наш ум О том что мы Вообще Ни на какое доброе дело Не способны Библия говорит Что мы Ни на какое доброе дело Не способны И мы вот когда что-то сделали Мы что-то вот Доброе сделали Мы считаем Что это как бы мы Мы молодцы Мы хорошие И что-то все-таки Доброе есть у нас Знаете Философия Кстати Человеческая Так и заключается Что в каждом человеке Есть добро И есть зло Но на самом деле Добра там нисколько нет И как один брат сказал Он говорит Если из нас всех Вытащить Дух Святой И отнять То мы просто Даже представить Не можем На что мы Вообще способны Здесь Помните Приезжала группа Патмос Они рассказывали Когда школу Вот эту там Захватили террористы Беслан Да Вот люди говорят Если Бог Вот эту руку Отнимет На миг То это будет Беслан Что там Начало твориться Это просто люди Вот Хватали автоматы Стреляли в детей Все было Безразлично Вот мы на такое Кто вот из нас Может Раз мы такого не делали Значит мы на такое Не способны Кто может так утверждать Мы все Абсолютно Ни на что не годны У нас есть Пришел в мир Совет Он просвещает Всякого человека И когда человек Творит добро Он показывает Он показывает Этим Что он Идет Ко Богу А что такое Творит добро Я часто слышу Люди Вот я хожу В тюрьму Вот мне там Постоянно Вот эти заключенные Пытаются меня убедить Я ничего плохого Не сделал Ничего Не убью Никого За что Я не украл Ничего Просто Я вообще Знаете Иногда Прихожу туда В тюрьму Что Как будто Я там Самый грешник Они тут Все святые Я только не знаю За что они там Все сидят Они самые такие Честные Самые справедливые Самые такие Хорошие граждане Но они почему-то В тюрьме Я тут пишу Эти люди Себя обманывают Они говорят Но на самом деле Себя обманывают Смотрите То мы лжем И не поступаем Поистине Знаете Я считаю Лично Я может кто-то Мне когда-то Я проверлю Может быть Это И сегодня Но я считаю Что самое ужасное Для человека Когда он начинает Сам себя обманывать Когда он себя Начинает убеждать Вот в этом То что я в свете То что я в истине А на самом деле Все дела Его просто Покажут обратно Если же ходим Во свете Подобно Как он В свете То имеем Общение Друг с другом Знаете Я Последнее время Задаюсь Так вот Вопросом Насколько Я имею Общение С многими Здесь Из вас Я понимаю У меня есть Нужда Там Когда-то Что-то Кому-то Или Мне В основном Кто-то Должен Что-то Помочь Я Кому-то Ищу Звоню Мне Срочно Что-то Надо Помочь Мы Опять же Считаем Что это Хорошее Общение Такое Я не знаю Насколько Это правильно Я думаю Что абсолютно Неправильно Насколько Мы Встречаемся Чтобы Просто Посидеть Пообщаться Просто Поговорить С друг Другом Как дела Если Даже Допустим Дима Сидит И я С ним Абсолютно Не согласен Что он Сейчас Рассказывает Просто Хотя бы Любить Его Потому Что он Такое Его Бог Любит Иметь Общение Зная Что И так Как и Его Так и Меня Бог Освободил От греха Он Его Любит И может Что-то Он Понимает По-другому А я Понимаю Это По-другому Но Мне Нисколько Не дано Права Не Любить Его А Вот Именно Именно Такого Какого Он Есть Его Вы знаете Мы Любим Только Тех Кто Нам Хорошо Да С собой Согласен Ты Молодец Который Меня Всегда Хвалит Те Мои Друзья Так Всегда А Те Которые Против Меня Которые Со Мно Не Согласны Которые Всегда Что-то Говорят Да Ну И Сторон Буду Обходить О Каком Свете Тогда Может Быть Речь Если Мы Ходим Во Свете Как Он Во Свете То Имеем Общение Друг С Другом И Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха Если Говорим Что Не Имеем Греха Обманываем Самих Себя И Истины Нет Знаете Дорогие Друзья Я Уже Не Раз Приводил Такой Пример И Многие Знают Его Я Еще Раз Приведу Знаете Эту Историю Когда В Камине Лежат Дрова Вот Раз Одно Убрали Поклали Вот Она Горела Все Хорошо Куча Раз Одно От Клали Она Почему Дно Тухнет Она Не Догорает До Конца Она Тухнет И Кусок Потом Остается Непонятно Чего Вот Так Вот С Христианином Когда Он Не Пребывает Там Где Горит Огонь Там Где Нет Света Если Мы Не Пребываем Там Где Говорится Слово Божие Где Люди С Друг Другом Общаются Если Мы Говорим Только Что Мы Верующие Что Мы Любим Бога А На самом Деле Как У нас Свои Дела У них Свои Дела Мы С Нем Это Ничего Другого Мы Обманываем Себя Мы Говорим А Что Я Не Грешу Мы Просто Как Учимся То есть Научились Делить Вот Это Грех А Вот Это Не Грех Как В самом Начале Я Сказал Что Люди Сегодняшний Мир Есть Какие-то Особые Грехи А есть Маленькие Грехи А есть Вообще Грехов Нет Но Мы Все Знаем О Себе Вот Интересно Когда Приходит Свет Знаете Когда Я Вот Кстати Завтра Термин Коврачок Зубном Я Всегда Помню Всегда Знаю Каждому Что Они Всегда Такую Прожектор Ставят Перед Трутом Чтоб Совет Туда Чтоб Там А Знаете Когда Открываешь Что там Видно Я Не знаю Я Не вижу Но Они Видят И Мне Как-то Один Раз Где-то Я Видел Там Показывали Смотреть Ужасно Я Представляю Наверное У меня Тоже Я Завтра Пойду Болеть Что-то Надо Выковыривать Они Там Бурят Постоянно Что-то Точат Я Могу Себ Представить Как Там Выглядит Некрасиво И Когда Мы Почему-то На Свет Выходим На Свет Мы Видим Себя Кем Что Мы Такие Красивые Замечательные Писание Говорит Вы Обманываете Вы Тогда Не Во Свет Идете Не Известно Куда Вы Идете Точно Не На Свет Потому Что Тот Бог Если Он Есть Свет И В Нем Нет Никакой Тьмы Мы Идем К Нему То Мы Начнем Видеть Он Просвещает Нас Начнем Видеть Кто Мы И Девятый Стих Нам Объясняет Что Надо Дальше Делать Если Мы Начинаем Это Признавать То Если Исповедуем Грехи Наши В греческом Такое Слово Я Не Помню Как Оно Произносится Говорим То же Самое Бог Нам Начинает Говорить Знать Кто Мы Он Нам Начинает Говорить Кто Мы И Мы Когда Говорим Да Я То же Самое Говорю Да Я В себе Это Вижу Тогда Он Это Очищает И Он Забывает Прощает Нам Во первых Прощает А потом Очищает Ну Знаете Процесс Очищения Он Чуть Чуть Дольше Длится Чем Прощение Потому Что У всех Людей Знают Что Она Какая Борьба Происходит С Какими Грехами У каждого Она По Разному Но Тем Не Мене Мы Должны Сперва Увидеть И Признать И Сказать Господи Вот это Я Вижу В себе Пожалуйста Меня Очисти Пожалуйста Прости Меня Но Если Мы Говорим Что Мы Ничего Не Согрешили А Он Нас Просвещает А Мы Говорим Нет Ничего Подобного То Мы Представляем Его Лживым И То же Самое Истины Нет В Нас Опять же Мы Не Идем К Свет Вот Такая Теория В чем Заключается Идти К Свет Увидеть Кто Говорит Вторая Глава Девятый Стих Кто Говорит Что Он Во Свете А Ненавидит Брата Своего Тут Еще Во Тьме Кто Любит Брата Своего Тот Пребывает Во Свете Нет В Нем Соблазна Интересно Да Вот Как Бума Арифметика Такая 2 Плюс 2 Хотите Быть Во Свете Должны Любить Своих Братьев Они Только Знаете Часто Я Говорю Своей Жене Я Тебя Люблю Она Мне Тоже Говорит Я Тебя Люблю Вот Иногда Мне Не Хватает Ну Как Вот Узнать Она Мне Спрашивает Ты Меня Любишь Я Говорю Ну А Что Толку Что Я Говорю Мне Жен Надо Что То Сделать Вот Сегодня Утром Я Встал Захожу На Кухню А Там Свечки Горят Там Столько Наделано Она Меня Встречает С Поцелуями Говорит Я Тебя Люблю Я Сто Процентов Знаю Моя Жена Меня Любит Слава Богу А Я Ее Может Быть Меньше Люблю Потому Что Я Меньше Ей Делаю Таких Убарашингов Но Я Не знаю У нее Спросите Я Не хочу Хвалиться Просто Не В общем Дорогие Мои Друзья Когда Мы Начинаем Кому Что Делать Не Только Требуем Вот Приди Ко Мне Завтра И Притащи Там Диван А У У Спина Бы А Ты Там Еще Что А Ты Еще Что А Нет Встать И Пойти К Нему И Что Сделать Не Заслужил Нет Не Заслужил Плохой Брат Очень Плохой Но Я Знаю Что Бог Любит Его Прощает Я Пойду И Все Роман Ему Сделаю Вот Почему Так Мы Никто Не Думаем Согласитесь Так Я Не Думаю Не Вы Не Думайте Я Надеюсь Я Наверное Только Один Так Кто Так Думает А Если Мы Говорим Что Мы Только Во Свете То Истины Нет Нас Я Очень Еще Раз Хочу Попросить Девятый Стих Чтобы Вы Послушали Если Все То Что Сегодня Сказано Здесь Вообще Я Считаю Что Тут Написано И Вот Это И Есть Благовестование Что Свет Пришел В мир Я Как Уже Сказал Он Говорит Думал Тут Так Написано Он Говорит Мы Видели Мы Слышали Это Он Нам Рассказывал То Мы Слышали От Него И Мы Вам Так Желез Вот Это Благовестие Бог Есть Свет И Он Пришел Он Любил Таких Людей Как Ты Ты И Мы Все Сегодня Сто Процентов Знаем Что Меня Бог Благословляет Каждый Из Вас Может О Себе Засвидеть Во всяком Случай Точно Не Злится На Меня Прощает Меня Любит Меня И Не Забывает Меня Я Уж Точно Знаю Что Я Ему Никогда Никогда Не Воздам Тем Чтобы Он Прям Сказал Ну Ты Макс Молодец Он Точно Знает Что Я Так Не Смогу Никогда Я От Нему Зависим Он От Меня Независим Я Признаю Стараюсь Во всяком Случай Я не всегда вижу Вы знаете Часто Делаем Так Что Мы Начинаем Преувеличивать О да Я Плохой Очень Плохой Совсем Плохой Даже Как бы Не Осознавая То Что Я Все равно В сердце Думаю Что Я Хороший Но Как бы Я Скажу Что Я Плохой Но Если Мы Как Я Уже Сказал Говорим А Так Не Делаем Это Все Бест А Если Мы Исповедуем Грехи Наши Будучи Верен Правильно Простит Нам Грехи Наши И очистит Наши От всякой Неправды Пусть Бог Благословит Вас Увидеть Себя В Его Свете Не в свете Там Моем Как я Может быть Часто Всех Вижу Придите К Нему И Он Вам Точно Он Вам Покажет Где Вы Как Вы И На чем Вы Стоите Он Вас Любит Он Ждет Он Не Желает Никому Самого Плохого И то Что Он Нам Открывает Кто Мы Есть Мы На самом деле Такие Есть Нам Нечего Бояться Он Хочет Нас Очистить Если Он Открывает Нам Что Только Для Того Чтобы Нас Очистить И Конечно Очищая Нас Мы Видим Мы Понимаем Мы Его Благодарим Мы Начинаем Прославлять Мы Начинаем Больше И Больше Любить Слава Ему За Аминь